В рамках Олимпиады по истории России прошел урок успеха, который провели выдающиеся деятели нашей страны. В Ульяновск съехались ребята буквально со всей России, которые занимаются историей и ее составляющей, особенно нашей региональной частью. Так, к примеру, есть ребята из Дальнего Востока, которые знают, кто такой Николай Карамзин, Иван Гончаров и многие другие. Олимпиада, проходящая в Ульяновском педагогическом университете, показывает реальный уровень подготовки молодых ребят в исторической науке. Участие – это возможность оценить как сильные, так и слабые места в знаниях. Очень много заданий было на логику, много заданий было на знания истории Ульяновской области. И поэтому сейчас, как говорится по возвращению, как у летчиков говорят, будет разбор полетов, будем работать дальше над этим. Юноша уже хорошо известен не только в своей республике, но и в стране. Так депутат Государственной Думы Российской Федерации и член Комитета по образованию и науке Владимир Кононов отметил при всех, что Артемий – это незаурядный молодой человек, способный заниматься историей нашей великой страны на достойном уровне. Смотрите, вы помните, вы находитесь в своеобразной столице Советского Союза, где родился Владимир Ильич Ленин. В то советское время, когда вы еще многие не родились, но, наверное, все наши еще не родились, но наставники это помнят, мы всегда были в авангарде технологий и высоких технологий вообще в мире. Указом президента России Владимира Путина 2021 год объявлен годом науки и технологий в нашей стране. История здесь играет, пожалуй, одну из главенствующих ролей, так как она вбирает в себя и культуру, и социологию, и статистику, а также многое другое. Вы любите историю. Будете вы дальше заниматься ей в жизни или нет, вы, наверное, сами еще не все знаете. Но что важно? То, что эти навыки, навыки работы с документами, навыки работы с текстами, навыки анализа информации, они с вами останутся на всю жизнь. На уроке успеха выступили также ректор Пединститута Игорь Петрищев и академик Российской академии наук, президент исторического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Карпов. Каждый из педагогов пожелал участникам дальнейших успехов в учебе и новых участий в Олимпиадах, так как победа в них позволяет получить дополнительные преимущества при поступлении в ВУЗ. Напомню, Всероссийская Олимпиада школьников по истории в Ульяновской области проходит впервые. В ней принимает участие 302 школьника из 67 субъектов Российской Федерации. Олимпиада проводится в масштабах нацпроекта образования.